На неделе у нас будут гости. Кто будет? Родители Эйюль. Что? Разве можно это говорить сейчас? Мам, мы тоже только узнали. Боже мой, мне нужно поскорее начать приготовление, и на зеркать еще не пришла. Мам, успокойся, еще не есть время. Да, мама Зухра. Но в какой день они не придут, наверное. В этот день они захотят у нас переночевать, так ведь? Еще ничто не определено. Вы не волнуйтесь, они, наверное, в отеле будут. Как это еще ничто не определено? Твой отец проблем задает, что ли? Да. Папа работа, сам знаешь. Но мама ждет его. Но я сказала, что здесь не получится, чтобы она самопрекла. В чем проблема твоего отца? Почему не хочет приехать? Зачем затягивать? Потому что он трудоголик, как и господин Усман. Я не могу работать на первом месте. Так было на протяжении всей моей жизни. Все, что было важным для меня, не было так же важным для него. Если хочешь, я могу набрать твоего отца. Жене, это не надо. Я все, что нужно было ему сказать, уже сказала. Теперь мяч у него. Он тоже должен что-то сделать. Я уже очень устала. Эй, Илюль. Послушай, я понимаю тебя. Но мне тоже это уже очень надоело. Я хочу узнать, что они думают. Хотя бы кого-то из них я хочу видеть здесь. Пожалуйста, пойми меня. Доченька, мы тебя уже приняли в свою семью. Но так нельзя в одностороннем порядке, ведь. Но хотя бы нужно, чтобы твоя семья приняла Дженейта, как своего жениха. А они уже признали его. Вот это я и хочу видеть. Кто-то из них обязательно будет здесь. Это Кемаль? Ага. Он. Эх, дорогой, что это с ним? Чего это он тут оставался? Я не знаю, Илюль. Разве может такое быть? Он же здесь замерзнет. Мам, говорите, пошли. Сынок, я понял, что между вами все плохо, но вы же были кровными братьями. Слушать так уже нельзя. Чего ты так смотришь? Я что, вручаю? Вы же ели эпидуги в свое время одно и то же. И послушай меня. Ты свою вину тоже не забывай. Кто пожил этот магазин? Кто? С тем, как ты стал защищать хандан, ничего хорошего с нами не случилось. Хочется же мама говорить об этом. А ты тогда правду азекватно воспринимал, ладно? Слушай, а чего он тут спит? Из-за него пока что-то что-ли случилось? Сыночек, Кемаль. Открывай. Что ты сделал? Ты здесь что-ли спал? Нет, нет, Назаш, просто вздремнул. Слушай, так нельзя же. Жалко тебя, сынок, замерзли же. Мама. Пойдем, запасай же, а. Ладно. Ягненочек. Береги себя, ладно? Береги себя, родной. Спасибо, Назаш. Не волнуйся. Где же он? Кто знает? Снегек везде. Где он будет начать? Мам, пойдем у сестры спросим. Пойдем. Сестра? Кемаль не думает, ты что все еще спишь, что ли, а? А что мне делать? Что дежурит, когда Кемаль придет? Сам захотел и ушел. И нужно было. Что за поведение такое? Что я столько все спал отца из-за них, я что не знаю, что ли? Слушай, в чем твоя проблема? Что творится между вами? Нет никаких проблем у меня, мам. Кемаль был несправедлив ко мне. В смысле несправедлив? С уполной в мере прав. Взяла тайком у этого человека колье. Переступила через Кемаля. Просто ушла, а? Да что с ней происходит, Господи, всенешняя? Может, она к Кемалю пошла? Подожди, ты сразу не паникуй. Это для итальянского дела, да? Да. Красиво. Красиво? Подожди. А это что такое? Красиво. Отличается от остального. А это что такое? Поработала? Хорошо. Ты-то, конечно, не знаешь. Только одна работа здесь принадлежит Эльюль. А остальное что? Какого черта? Как она посмела? Кто ей разрешил? Я посмотрел, мне понравилось. Мы поработаем над этим. И вот этот стат у тебя на столе. Оба отправим в компанию. Никогда. Успокойся, отец. Ранее ты смотрел, тебе очень нравилось. Это все Ферде сделала. Да и... Разве не ты настаивал, чтобы мы работали как профессионалы? Если господин Усман не хочет, давайте не будем отправлять. Пожалуйста. Нет. Мы отправим. Нам нужны хорошие наработки. Мы что, будем от тебя советы получать? Оба, отправьте. Итак. То, что она сделала, им не понравится. Посмотри на это. Будто ребенок лапы рисовал. Господин Натэш это отправил. Мама Сергей? Сынок, наконец-то ты ответил. Где ты? Махар пришла к тебе? Нет. Ну что там? Она там? А что, что-то произошло? Нет, она просто должна была прийти к тебе. Видимо, не нашла. Я на остановке, мама. Если бы захотела, она бы пришла и нашла бы. Ну ладно. Ты сейчас не расстраивайся. Увидимся. Увидимся, сынок. Ну? Не к нему она шла. Нет, так не получится. Субтитры сделал DimaTorzok Вы что, издеваетесь, что ли, со мной? Я часто вам рассказывала о своей проблеме. Написала про особенности. Письму писала. Пусть хотя бы один подойдет. Нет. Другие варианты мне не интересны. Очевидно, что вы найдете для меня что-то более подходящее. Потому что вы не понимаете то, что вы слышите и читаете. Идиоты. Идиоты. Ладно. Итак, у меня много проблем. На неделю у нас будут гости. А чего такая суматоха, если они на неделю будут? А что такое, кто придет? Семья Эйлюль приедет. Хотя отец неизвестно будет ли, но мама точно будет. Я вот что думал. Может подготовить для этого комнату Кемаля? Хотя Эйлюль... Говорила, что они в отеле будут, но... Все-таки это ведь будет некультурно. Да и к тому же, Мехмед Кемаля остается у господи Севги. Разве не так, Мезера? Слушай, что-то с тобой не так. Что такое? Ради Всевышнего садись. Берат, что ли? Что тогда? Не хотела говорить тебе, чтобы ты не расстраивалась, но... Тебе, конечно, нужно знать, как вы, ребенок. Мы... Думали, что Кемаль начует у госпожи Севги. Да. Нет, это не так. Сегодня он в маршрутке был, замерз. Как это может быть? Как закончишь с этим, мой автобус тоже помой? Ну, хорошенько помой, чтобы потом не пришлось возиться повторно. Терпение мне. Что случилось? Не нравится критика? И к тому же, чего ты ночью опять ночевал тут? Какая разница тебе? Не лезь ко мне, хватит, а? Иди. Что такое? Выдверили, что ли, тебя? Конечно. Так и бывает с уроком в деревнях, правильно? Если ты плюнешь на то, что ты мужчина, и будешь жить у трех женщин, то вот так и будет... Тварь. Тихо, тихо, тихо. Расходитесь-ка. Кемаль. Значит, ты тоже был замешан в этом, да? Вы ее нам тут дизайнером сделали. Ты зачем вам июнь не уходил, а? Дядя, мы же на это просто оценили работу. Вы же много знаете. А, дядь? Ладно, не вмешиваюсь. Так или иначе никому не понравится. Но вот что вам точно нужно знать. Пускай кто-то поголовая нам испортит хоть один проект. Тогда я вас обойду при душе нахрен. Жуфре. Осман. Ты можешь говорить? Что происходит? Что ты плачешь? Мехмед Кемаль. Что с Мехмед Кемалем? Рассказывай женщине, что случилось. Он оказывается в маршрутках, засыпает и просыпается. Господи, женщина. Как я испугался. Ладно, я разберусь с этим, не волнуйся. Осман. Умоляю, пожалуйста, не говори ему ничего. Не здесь, пожалуйста. Да ладно, это в прошлом осталось. Я же сказал, ладно. Я разберусь. Пусть и вышли будут довольны тобой. Слушай, попадись ты мне, я тебя убью просто. Иди сюда, подумай, я тебе рожа набью. Так, так, расходитесь давайте, расходитесь. Начальник, мне этот подумай подоел. И работать-то нормально не может. Еще и неадекватно лезть не только ко мне, а ко всем. Ах, ты обманщик дешевый. Так, все, Кемаль, успокойся. Так, разойдитесь, надоело мне это уже. Он тут будет, что ли, оставаться? Да у него даже дома нет. Не затягивай, бират. Госпожа Мэнда, я слышала, что вы лучший кастинг-директор в Анкаре. Мне мама нужна. Не поняла? Ну, мне нужна мама. Послушайте, госпожа, я не смогла точно определить, что вам нужно. Это серьезная и доверенная организация. Я тоже серьезная. Наверное, ранее мы с вами не работали. Вы от какого производителя контента к нам пришли? Мы не работали. Я не от производителя к вам пришла. Мне нужна хорошая актриса, которая ранее не играла в известных сериалах. На роль мамы. Да это же Усман Козэн. Не расстраивайся. Да и... Джаней своей наработки отправит в фирму. Даже если я ртом птицу поймаю, я ему не угожу. Потому что Усман Козэн смотрит в карман тому, кто делает работу. Но не на работу. Для него ты слишком нищий. Твои наработки я отправил по почте. Вечером придет ответ. Да у меня и так нет шансов. В корне неверно. Видишь шанс, что выберут твои наработки. С каждым днем ты все ближе к тому, чтобы завоевать Джанейта. Он просто ведет себя как профессионал. Слушай, я своего кузена знаю хорошо. Ты тоже хорошенько смотри, что происходит вокруг. Ну а че, Мехмед Кемаль? Начал на остановке. Мазире увидела. Сказала Зухре. Правда, вы превосходный дядя Усман. Значит, бриллиантовая колея сработала. Не могу поверить вам, отец Усман. Вы купили ей бриллиантовые колеи, что ли? Конечно, нет. Даже если за неправду. Даже грехи свои не отдам ей. Подделка, что ли, была? Все идет именно так, как мы и хотим. Ты тоже молодец. Оказалось, даже умнее, чем я думал. Эта новость в СМИ была умнейшей. Как раз собрался позвать тебя. Давай проверим-ка затраты. Давай, кузен. Но Элью нигде нет. Знаешь, где она? Иногда будет опаздывать. А что такое? Ну, есть несколько документов, которые ей нужно подписать. Ладно, она придет, и мы решим. Слушай, давно мы с тобой не разговаривали. Как дела? С чем? Ну, жизнь. Эй, Эльюль. Хорошо все? В какой-то момент мне показалось, что вы с Эльюль посырлись. Но с Фердой за последние дни вы очень сблизились. Я бы что думаю. Может, мой единственный кузен немного запутался? Причем тут этот, Тунч? Ну, откуда мне знать? Вчера ты в ложке сводой был готов утопить Фердой. Но... Теперь ты поддерживаешь ее и защищаешь перед отцом. Ну, не надо, кузен, ну. Ты ведь раньше так сильно любил Фердой. Я лучше всех это видел. Что тут такого? Зачем деться? Послушай, Тунч. Наши свердые прошлые настолько грязные, что бы мы ни делали, не сможем очистить. Мы уже с этим смирились. Так и живем. Просто вместе работаем и все. Больше не хочу слышать об этом. И Ильюнь тоже это тревожит. Давай таки проверим затраты. Давай, кузен. То есть, Бахар поверила вам, да? То, что вы к ней приближаетесь чисто из добрых побуждений. Конечно. Она наиболее, чем я думал. И она, и ее семья. Кто это, интересно? Я же уборку ведь не звала. Хандан! Бахар! Хандан! Открой дверь! Пускай они видят вас здесь. Вы... Проходите в ванную. Я ее сейчас уберу. Хандан! Я знаю, что ты там. Открой дверь! Да успокойся, я иду я. Что происходит? Так пришла, как будто коллектор, а? Ты что, с ума, что ли, сошла? Хватит уже. Игра окончена. Случилось то, чего ты хотела. Кеман ненавидит меня. Он ушел. Подожди, подожди. С самого начала расскажи. Осман Козан вчера мне подарил калия. Кеман, конечно, отказался. Но я без его ведома забрала калию. Потом сделал вид, будто я выронила. Ну и Кемаль увидел. Сучу устойчиво-то хотела. Хандан, хватит уже. Я больше не вынесу этого. Так ты молодец. Еще и говоришь, что она скучила тебе. Махар, ты же хорошо движешься. Хандан, хватит. Я скажу Кемальу, что я с ним расскажусь. Сегодня все закончится. Погоди-ка. Еще нет. С этими тремя женщинами я хочу познакомиться и поговорить. Одного, кого говорили о ноунейм-актрисах. Одна из них появлялась на телевидении. Скажем, что люди похожи на друга. Главное, чтобы у нее получилось. Не волнуйтесь, они все хорошо играют. Однако, то, что вы хотите, сами понимаете, скажется сильно на цене. Потому что то, что вы хотите, это рискованное дело. Деньги не проблема. Сколько надо, заплачу. Если нужна информация, я вам отправлю по почте. Однако, пускай выучат, а потом приходят. Я хочу, чтобы они относились так, будто они мои мамы. И так мне будет легче выбрать, потому что времени мне немного. Ладно. Я тогда начну видеться с ними. Дам вам информацию. Хандан, хватит. Что еще тебе нужно от меня? Все, что ты хотела, я сделала. Насколько еще я могу стать противней? Ты еще даже не знаешь грань, красавица. Ты даже более вонючий, чем тебе кажется. Ты ничего ему не скажешь. Нет. Сегодня с этим будет окончено. Расскажи с ним. У тебя проблемы с пониманием, что ли? Я же сказал, Кемаль возненавидит тебя. Он сейчас давит на себя. Он ищет способ, чтобы тебя простить. Не сейчас. Ясно тебе? Сейчас даже съездится на тебя. Он все же тебя не ненавидит. Меня это не волнует. Не могу продолжать расстраивать Кемаля. Ты взамен на жизнь мамы требовала Кемаля. И я сдержала слово. Сегодня с этим будет окончено. Я расстанусь с Кемалем. Что мы в первый день делать? Кемаль никогда не бросит Бахар. Он еще не созрел для этого. Она сейчас для него станет более ценным. Я разберусь с этим. Не вмешивайся. Да, что же ты. Можете это подписать? Ничего себе. Опознал на пароль штрафов. Столько всего нужно подписать. Стало превратиться. Прямо как генеральный директор. А это что, дружить? Хотел обсудить с тобой, но не было возможности. Отец дал нам магазин, так вот я отдал его брату Ферману и сестре. Конечно, если ты посетишь это необходимо. Как половина магазина твоя? Для меня это не будет проблемой, но я не знаю, что про это скажет отец, к тому же в такое-то время. Я ему это постараюсь нормально объяснить. Да ладно, отец меня не волнует. Разве не думает обо мне, чтобы я думал о нем? Где мне нужно расписаться? Но ты не спросишь причину? Зачем мне спрашивать? Наверняка ты все делаешь правильно, а я тебе доверяю. Внизу. Там видно, где подписывать. Пойду поговорю с братом Ферманом. Увидимся. Скажи же, то чего ты так хотела, вдруг улетела? Скажем так, сначала вкладываешься, а потом получаешь... Как же она бесит. Маршрутка, маршрутка, отъезжай. Давайте все сюда. Садитесь. Маршрутка, маршрутка. Мы сколько отъезжаем? Где-то через пять... Отец. Не надо пять ничего делать, не решай мне работы, а. Да у меня нет таких намерений с ног. Я желаю с тобой поговорить просто. Я слушаю. У вас нет там чая, воды, чего-нибудь. Отец Нехат, можно две минуты? Ладно, ладно. Садитесь. Ладно. Спасибо. Пей на здоровье, отец. Сынов. Понимаю. Ты здесь. Вчера я не хотел, чтобы я был рядом с вами, но... Отец, не особай вчерашний тем, пожалуйста. Пожалуйста. Опять ты все сделал в своем стиле. Что опять случилось? Что я сделал-то, а? Я тебе столько вырос, что не надо, а ты пошел в проклятую калию Далат-Махар. Махар так сказала? Это же должно было быть секреты между нами. Кемаль, я тебе сказал, что я тебя ничего не жду. Ты думал, что я об этом не узнаю? Вы промышляли за моей спиной? Слушай, ничего мы не промышляли. Да и она ни в чем не виновата. Я настоял, и она... Я пришла взять. Но Бахар так не сказала. Как я скажу это Кемалью? Как я смогу вынести без тебя жизнь? Кемалью? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ферман, что это, а? Ну что это? Господи, Элдис. Боже мой. Если так скучно, иди немножко на улице погуляй. Превожишь, что ли? Нет, дорогой, нет, имел в виду, я для тебя сказала. Не думай обо мне, Элдис. Проходи, дорогой, добро пожаловать. Привет. Брат, привет. Добро пожаловать, Джанейт. Благодарю. Хочу эту ситуацию завершить. Вы приняли решение магазина Караджи Каея передать тебе и сестре. Вы больше всех заслуживаете эту точку. Ты очень много вложишься в этот магазин. Я не хочу. Хорошо, но, брат, а разве нету причины того, что ты не приходишь в офис, что ты держишь дистанцию с нами? Подпиши, магазин будет твоим. Дело не в деньгах и дело не в этом магазине. Дело не в исправедливых решениях отца Османа. Ну, так и вот. Я стараюсь, чтобы этому помешать. И это только начало. Ладно, Джанейт. Хочешь, чтобы я доверился тебе? Хочешь, чтобы я верил, что ты будешь до конца бороться за мои права и за права моей жены, так? Ты можешь быть уверен в этом, брат. Ты оправдал мое доверие, ладно? Больше ничего не нужно. Ладно. Придешь уж теперь в компанию. Ты нужен нам. Ладно, я приду. Но только потому, что ты попросил. Субтитры подогнал «Симон» Алло, это я. А, тетя Айнур, привет, это ты? Что? Хубылай задержали? А, почему? Нет, я не знаю, откуда мне знать. Я очень расстроился, прими соболезнений мои. Ладно, тетя Айнур, ладно. Увидимся. Кемаль, послушай, сынок. Не хочу, чтобы из-за меня портились ваши отношения с Бахар. Если ты разбил ей сердце, извинись. Поверь, ни в чем не вина, Аватана. Папа, если поверь, сынок, говорю тебе правду я. Папа, если поверь, сынок, говорю тебе правду я. Доверься мне. Ну давай, побегу я уже. Удачи. Пока, отец. Папа, если поверь, сынок, говорю тебе правду я. Кемаль? Добро пожаловать, дорогая. Можем немного поговорить? Я мои итальянские наработки отправлю в фабрике, имею в виду, пускай поскорее начнут работать. А что, уже известно? Что они выберут тебя? Нет. Новые стечения пришли. Но они выберут наработки профессионала? Или рисунки невинной девчонки? Правильно всего, что вы не смешите меня. Дорогая, слушай, я тебя тоже понимаю. Да, ты волнуешься, хорошо. Но сильно волноваться не надо. Обидно же будет потом. Ну, увидимся. Я ухожу. Не могу терпеть. Победись с ним всю Эйлю. Слушай, да пускай ходит, как хочешь, как артистка. Ты тоже не расстраивайся. Работа у тебя хорошая. И шансы у тебя высокие на победу. Даже Женет сказал. Слушай, ты не слышала, что ли? Себя профессионалом назвала меня. Итак, зачем я влезла в это сражение? Да ладно, подожди. А я к дяде поеду. Кое-что нужно отвезти из Ухре. Я тебя подвезу. Ладно. Скажи же, Бахар, о чем будем говорить? Я... Да. Ну... Мы очень сильно друг друга полюбили. Но... То, что мы переживаем за последнее время... Что ты говоришь, Бахар? Конечно, мы полюбили друг друга. Любим и сейчас. Слушай, если ты говоришь о вчерашнем... Сегодня отец пришел, мы поговорили. Я знаю, что ты ни в чем не виновата. Он назовил на тебя, чтобы ты взяла коле. Ты сделала это, чтобы уберечь отца. Да, я знаю. Ты не сказал мне, что он заставил. Я на самом деле не это хотел сказать. Добрый день. Ищем Бират от Экина. Бират? Он там. Спасибо. Хорошего дня. Тут нет никого, что ли? Тетя, ты была здесь? А я собирался уйти, думаю, что никого нет. А я наверху была. Ну, я принес тебе это. Оказывается, это твое. На днях я мамины вещи собирал. На них твое имя было написано. Ведь понятно? Мама больше не может читать. Я решил принести тебе, чтобы они потерялись. Ну и правильно, спасибо. А как мама твоя? Мама... Нормально. Более того, на днях она чуть не заговорила. Кажется, что не получится. Что она заговорит. И скажет, почему она молчала. Надеюсь. Пойду возьму себе кофе. А, кстати... Если захочешь поехать навестить маму... Сообщи мне, поедем вместе. Тетя. Да, ладно. Но я ведь ничего не знаю. Ну, то есть, я ничего не делал. Кобилар дал показания. Вы отправьтесь с нами. И в участке будем разбираться. Хорошо, но... Послушайте, не усложняйте, пожалуйста. Пойдемте. Кемай, куда забирают бирата? Даже не знаю. Пойдем, не будем оставлять его одного. Пожалуйста. Из уважения к тете Назире. Пожалуйста. Да ладно, идем. Не пригласишь меня? А, конечно. Проходи. Запахи приятные. Кажется, я вовремя тряпезы пришел. Да так, я к ужину готовил кое-что. Проходи и садись. Принесу тебе хорошие новости. Выпьешь кофе? Хорошо. Значит, его позвали только, чтобы допросить, правильно? Ладно. Увидимся. Подождите, а я пойму, в чем дело. Что такое? Удивился, что я вышел? Очень расстроился. Но не глупи. Пока не выпрыжу тебя из деревушки, я никуда не пойду. Даже не надейся. Что случилось? Почему тебя забрали? Ну, одного моего друга задержали. Они проверяли тех, кому он звонил, вот и все. А почему друга поймали? Из-за наркотиков. Из-за наркотиков? Давай, выходим отсюда. Ты ведь не связан с этим? Нет, Бахар, я же сказал. Просто у него есть мой номер телефона, и он звонил мне, ну и... Рада, что все обошлось. Осман. Ты даже мог поговорить с Кемалем. Ты встретился? Как он там? Ладно, успокойся. Я говорил с ней из двух ряда. Все нормально. Почему у него плохое настроение? Почему он спит в автобусе? Слушай, они же молодые, поссорились, и сейчас все нормально. Не волнуйся. Ночью твой сын будет дома спать. И согреется. Слушай, то, что вы после всего, что произошло, как раньше, как отец и сын разговариваете, я очень рада. Слава Всевышнего. Хотя Мехмед Кемаль все равно разговаривает достаточно высоко, ну, ничего, так лучше, чем он вообще будет молчать. Ты тоже очень терпеливый. Надеюсь, Всевышний будет доволен тобой. Он мой сын Зухре. Я не хочу его терять. Хотя, если ты будешь так себя вести, он постепенно тоже размякнет, я знаю. Да, будет. И это будет. Осман, я вот что думаю. Дети там мерзнут, холодные, и... Может, он возьмет Бахар и придет? Но после свадьбы пускай с нами живут. Что скажешь? Идея хорошая. Очень хорошая. Что там за новость? Фирма. По почте отправила концепт, который она выбрала. И выбрала твои работы. Ты серьезно? Да. Не могу в это поверить. Какая уборка в такое время, а? Не надо на ней вымещать зло. Ты тоже связан с этим, да? Альпер плохо сделал работы, а виноват вновь я, да? Да нет, не может быть такого. Ты же это говоришь не для того, чтобы я не расстраивалась, да? Конечно, нет. То есть ты хочешь сказать, что выиграли мои чертежи? Да. Не могу в это поверить. Прости. Просто я переволновалась. Впервые я добилась успеха, поэтому не сдержала себя. Ладно, не страшно. Я поеду уже. Хорошо? Не очень жаль. Еще раз поздравляю. Спасибо. Завтра увидимся. Увидимся. Хорошо, мама. Когда рядом с тобой, так? Нет-нет, мы пришли домой, ты не волнуйся. Увидимся. Мы не поговорили, Бахар, ты должна была что-то сказать. Кемаль, я... Извини, я сейчас приду. Что такое? Что тебе опять нужно, Хондан? Надеюсь, ты не рассталась с Кемалем. Нет. Но сейчас я поговорю с ним. Ты не будешь говорить с ним. Хондан, все, что ты не говорила, не отделала. Но хватит уже. Сегодня с этим будет покончено. Я сказала. А я сказала, что это не закончится. Очевидно, ты хочешь, чтобы твой друг детства, Бирата, отправился в тюрьму. Последнее решение за тобой, конечно. Нет, если ты так хочешь, иди поговори. А я Бирата отправлю за решетку. Хондан, ты не можешь это сделать. Сначала поговори с Кемалем. А потом увидишь, могу я это сделать или нет. Кстати, Бирата сегодня допросили. Знаешь об этом, да? Но у них недостаточный доказатель, чтобы его задержать. Ну, вернее, пока что недостаточно. Но если я захочу, и это случится. Имей в виду. А сейчас планируешь все еще говорить с Кемалем? Ладно. Черт, тебя подери. Не буду говорить. Молодец. Тогда сейчас мы с момента, на котором остановилась, продолжаем нашу маленькую игру. Слушай меня. С кем ты говоришь, Бахар? Я... Алло, Бахар. Я задала тебе вопрос. Ты сделаешь все, что я тебе скажу. Иначе знаешь, что случится. Хондан, ты что несешь? Кемаль, отвечай, что ты говоришь? За ту новость, ты извинилась перед ней. Причем я должна была извиниться в газете. Должна была там дать интервью и очистить ее репутацию. Что я могу сказать тебе, доченька? Было бы это раньше, я бы разозлилась. Но она права. Что ты только там не наговорила? Она опозорилась. Мама, не преувеличивай. Ну, то есть, по сравнению с тем, что она сделала, что я-то сделала? Разве это подобает тебе? А вот вовсе нет. Кадер! Вставай, детка. Ты опаздываешь на работу, ну? И что ты будешь делать? Ты пойдешь в газету? Никогда. Не о чем уговорить. Я не сделаю ничего неправильного. Она сделала столько всего плохого нам. А я сказал два слова, что изменится. И ничего неправильного я не сказала. Мне нужно выходить. Куда? У меня есть дела. Джунейд? Я пришел, отец. Давай, уходим. Ты не идешь? Я немного опоздаю. Ладно. Если будут новости из Италии, сообщим тебе. Новости пришли. Дело за нами. Да ладно. Разве сейчас об этом нужно говорить? Молодец, доченька. Вновь ты оправдала мои надежды. Что такое? Новый заказ получили? Да. Благодаря ей, Илюль. Молодец, дорогая. Ну, давай. Никаких опозданий. На работу, скорее. Много дел у нас. Папа. Подтвердили работу Фериде. Что? Эти подонки не знают, как нужно дела делать. Две работы пригорели, одну выбрали. Ну, ладно. То, что сделала Илюль, тоже было хорошо. Но они выбрали вариант Фериде. Как ты могла допустить это, Илюль? Значит, что-то ты там не доглядела. Прогнулась перед сиротой. Папа, ну не надо. Папа, ну не надо. Слушай, вчера сказал раз. Сегодня повторюсь. Вот пускай она все испортит. Я вас придушу, ясно? Ты не пьешь алкоголь, поэтому праздновать твой успех будем при помощи кофе. За тебя и твой успех. Спасибо тебе. Ты очень мил. Слушай, Тунч. Только ты доверился мне. Давай не будем несправедливы к Джинейту. Он тоже потрудился на славу. Слушай, это как во сне. Выбрали не Илюль, выбрали меня. Стой мне даже вспомнить об этом, я не могу сдерживать себя. Я улыбаюсь. Конечно, улыбайся. Ты еще много будешь улыбаться. Постепенно ты их всех сломишь. Я сегодня разговаривал с каналом Алкай. Это канал, который больше всего следит за промышленностью в городе. Вся сфера должна знать о нашем успехе, правильно? Сегодня у них будет встреча с Джинейтом. Тебя тоже захотят увидеть. Мы сделаем так, что ты будешь сиять, Фериде. Пока ты будешь сиять, мы будем постепенно наблюдать, как Эйлюи затухает. Кемаль, привет. Заходи же, не стой в дверях. Ты выглядишь неладная, что не так? Простудилась немного. И явно ты не собрана. Ну а кто мог быть? Я уже привыкла к этому. А что такое? Ты обычно сюда не заглядывал? Я из-за новости в газете... А, ну понятно. Она отправила тебя, чтобы я отказался от своей задумки, да? Нет. Бахар не знает, что я пришел сюда, Хандан. Послушай. Ты права. По этому вопросу я виноват перед тобой. Но Бахар не будет желать извиниться перед тобой. Не расстраивайся. Итак, папа настоял, поэтому я потребовала такое от Бахар. А так меня даже не волнует то, что Бахар говорила. Но ты знаешь, папу, я не должна портить репутацию, все дела. Хочешь, я могу объясниться перед прессой? Вовсе не надо. Папа тоже при первой возможности взбесился, но со временем он забудет. Я тебе что-нибудь предложу? Хандан? Хандан, ну выглядишь ты совсем неладно, ну... Хватит уже расстраиваться, доченька. Ты что, не успела узнать дядю Усмана? Утром покричит, вечером придет и все забыл уже. Хватит уже плакать. Я не могу контролировать это, мам Захар. Видишь? Назар съел кофе. Выпей немножечко, успокоишься. Пей на здоровье. Спасибо. Я не люблю допускать ошибки, мама Захара. Как я могла прогнуться перед Ферде? Отец Осман прав. Мне не нужно было этого допускать. Конечно, Силыч не вмешался. Чего ты думала-то? Да повезло, неопытный просто. Да ладно, слушай, что-то там накалякало, и это сработало. Что теперь? Она ведь не может быть такой успешной, как ты. Сегодня она есть, завтра ее не будет. Если бы Джуней думал бы так же. А что случилось? Он что-то сказал тебе? Я хочу этого не говорить, но я не могу больше терпеть. Джуней, чтобы сообщить счастливую новость, поехала же домой к Ферде. Как он мог не подумать. А почему он едет к ней домой? При первой же возможности он у нее дома. Если это деловое общение, почему он едет домой? Пускай поговорит по телефону или отправит по почте сообщение. Дорогая, послушай, не расстраивайся. Твоя мама придет. У тебя скоро будет свадьба с ним. Джуней так уже не сможет смотреть на Ферде. С этим будет покончено, и мы от нее избавимся. Я так не думаю. Эта девушка Джунейта в покое не оставит. Не надо зря радоваться, Назирет. Даже если весь мир содрогнется, чтобы Ферде и Джунейт были вместе, я не разрешу. Я против этого, понятно тебе? Это просто как Дорожда 2-4. Дорожда 2-4. Давай, выпей чай. Покушай чего-нибудь. Тогда начнешь приходить к себе. Спасибо тебе. Но ты иди, пожалуй, уже. Махар вдруг услышит. Ладно, ты поешь чего-нибудь. Увижу я это. Потом пойду. У тебя и температура, что ли? Да ничего серьезного. Я отдохну, и это пройдет. Кемаль. Кемаль. Ты уже не увидела, что ты сюда пришел? Это ты лучше ответь. Что ты здесь сделал? Бахар. Пожалуйста, не пойми неправильно. Я позвала Кемаля. Я же больна. Я и не знал, у кого позвать. Кемаль не виноват ни в чем. Слушай, никак не можешь отстать от нас. Бахар, успокойся. Неужели ты не видишь, она больна? Какая мне разница? Больна и больна, что теперь? Нас не касается ничто, что связано с ней. Давай, Кемаль, уходим. Кемаль, вы уходите. Не хочу, чтобы эта неприятная ситуация продолжалась. Кемаль, вы уходите. Твои глупости выбрали. Глупости, то есть как? Посмотри мне в глаза, ответь. У других купила их? Что их? Чертеже! Не надо мне тут вякать, делай вид, что ты ничего не понимаешь. Если ты сделала такую ошибку, скажи. Соглашение будет большое, не нужны нам проблемы. Это мои наработки. Я ни у кого ничего не крала. Да не суть! Послушай, если испортишь нам дело, я тебя потоплю. Причем я тебя так потоплю, что не то что оттешь, даже самый лучший плавишник сможет тебя спасти. Удачного дня! Господин Ферман, добро пожаловать! Привет! Ну, наконец-то ты вернулся к работе. Да. Я вновь работаю. Ну, молодец. Давай, поддерживай свои труды. Я обломки не люблю. Ну, а ты мой сын. Пойдем. Расскажу тебе, что произошло, пока тебя не было. Хандан была больна, а ты сильно надавил на нее, Бахар. Я не могу в это поверить. Мы с тобой ссоримся из-за Хандан? Ты теперь ее защищаешь? Слушай, я никого не защищаю. Я просто хочу тебе сказать, что она больна. Да и к тому же Хандан меня не звала. Я сам отправился туда, чтобы извиниться. Ты знаешь, что я разозлился из-за той новости в СМИ. Ты что, от моего имени извинился перед Хандан, что ли? Да. Потому что я не хотела это затягивать. Увидел, что она больна, конечно, извинился ей. Бахар, она не такая, как мы, она одна. Я просто в шоке. Ей удалось заставить тебя жалеть ее. Очевидно, она ревнует нас и все еще думает о тебе. Слушай, ты что говоришь? Ладно, не будем затягивать. Этого достаточно. Да и ты опоздаешь на работу, а мне нужно что-то докупить. Я это забуду. Тоже забудь. Заходи. Джунейт, у тебя есть время? Это связано с итальянским делом. Я приняла решение. Собиралась это сказать. Я отказываюсь от этого проекта. Пусть Эйлюль продолжает. Ты издеваешься надо мной? Я не хочу, Джунейт. Это же не насильно, правильно? Да насильно! Ты думаешь, это детская игрушка? Ты начала делать, ты закончишь его. Вырасти уже, а? Раз уж ты хочешь новую жизнь, вот себе возможность. Работай. Наглить тут не надо. Я слушаю. Канал Анка, да? А в чем проблема? Ладно, свяжи меня с ними. Феридея. Мы не закончили еще, подожди. Да, я вас слушаю. Правильно. Сегодня? Ладно, никаких проблем. Приходите, встретимся. Хорошего дня. Видишь? Об этой новости уже узнали все. Это важное дело, Фериде. И ты будешь рядом со мной, как человек, который придумал чертежи. Другого выхода нет. Все, готовься. У нас будет репортаж. Как хорошо, что мы случайно столкнулись. Да, это хорошо. Давно мы с тобой не виделись. Я тоже, конечно, не хочу удавить. Сама знаешь, Кемаль. Да, знаю, спасибо. Слушай, Бахар, хочу задать вопрос. Да. Кемаль расстраивает тебя? Нет, дорогой. Кемаль не станет меня обижать, он не сможет. Слушай, ты забудь про меня, лучше сам расскажи. Вчера полиция тебя позвала, чтобы показания ты дал. Нет никаких проблем, правильно? Ну, с тобой ничего не случится? Нет, ничего не случится. Ты не волнуйся. Ну, меня просто позвали, потому что Кубилай мой друг. Не знаю, дела-то грязные, человек знакомый. Ну, как бы ты от этого не прогорел. Алло. Доченька, привет. Это Усман Хозан. Здравствуйте, как вы? Спасибо, все хорошо. Хочу сегодня увидеться с тобой, если у тебя есть время. Да, конечно, когда? Да, когда сможешь. Более того, если не подумаешь, что я тебя забыл к ногам, приходи домой. Ладно, тогда увидимся. Кто это был? Что-то важное? Нет, нет. Ничего важного. Я здесь выйду, ладно, Бират. Но мы же ехали домой. У меня дело возникло, мне уже кое-куда зайти. Да и к тому же мне нужно закупить продукты. Я выйду. Удачного дня тебе, увидимся. Я не хочу никого другого, госпожа Бирдан. Я хочу одну из трех выбранных моих женщин. Не знаю, я не про такое турне. Сколько они там заработают? Я в два раза больше заплачу. Слушайте, госпожа Бирдан, почему вы не понимаете? Эти женщины не так те, которых я выбирал в офисе. Они на меня не похожи в офисе. Я хочу тех женщин, и делайте все, что нужно. Ну, как дела? Какая разница? Вот жизнь такова. Все друг на друга наваливается. Стоит разок облажаться и... Что ты говоришь такое? А, ты не знаешь, да? Канал АМК сегодня будет тут. Они, оказывается, с Фериде и с Джунейтом устроят репортаж. С Фериде? Что это Кослява забыл на телевидении? Но эта Кослява ведь обошла тебя по бизнесу. Об итальянском деле все узнали. Публика разрывается. И теперь все будут знать Фериде. Странно, да? На ее месте ты должна была быть, так ведь? Сначала магазинчик. Потом работа. А завтра Джунейт. Ты быстро сдаешь позиции. Я не сдаюсь. Наоборот, поставлю одно и выиграю два. Вчера я отдала магазин. Ферман его не взял. Таким образом, я смогла завоевать доверие Джунейта навсегда. Теперь у меня есть свой магазин. А за сегодня и завтра даже не волнуйся. Ты будешь осторожен за Фериде. Потому что я-то ее сравню с землей. Назире? Да, господин Осман. Ты комнату Кемаля приведи в порядок. Если чего не хватает, все восполни. Скоро гости прибудут сюда. А что такое? Семья Илюль, что ли, приезжает? Какая разница тебе? Ты делай, что я говорю. Ладно, господин Осман, не злитесь. Слушай. Я тоже сначала хотела подготовить комнату, но потом как-то, ну, не знаю, сомнения появились. Отдавать непонятным людям комнату Мюшмет Кемаля? Не непонятным людям. А хозяинам мы ее вручим. Точнее, хозяевам. Бахару и Кемалю? Или ты попросил комнату подготовить для них? Бахар, доченька, что такое? Добро пожаловать. Привет, тетя Назире. Заходи внутрь, доченька. Бахар, доченька, добро пожаловать. Здравствуйте. Ты проходи. Ну? В первый раз ты приходишь к нам домой, ты нас очень не счастливила. Назире, сделай что-нибудь покушать для нашего гостя. Спасибо, не нужно. Не хочу, чтобы тетя Назире нагружалась. Разве мне сложно будет, ты чего? Проходи, доченька, присаживайся. Пойдем. Ну вот, присаживайся. У Джуны это в кабинете? Хорошо, я сейчас приду. Селянка, хотя бы что-то нормальное купила бы. На этой встрече будешь не ты, буду я. Простите, пожалуйста, немножко опоздала. Выглядишь красиво? Фериде, съемки будут в магазине Караджа Кая. Если готовы, будем выезжать. Я принесла одежду, одену и приду, ладно? Да, хорошо, можно. Ты готовься. Мы будем выходить, начнем все готовить. Да, встретимся. Хорошо. Наргиза подготовила все, что нужно? Да, она поедет с нами. Ну, хорошо, пойдем. Куда это ты в таком виде? Мне нужно срочно переодеться. Мы поедем в магазин Караджа Кая. Приедет канал Анка, будем снимать репортаж. Ну, ладно. Немножко я расстроилась, признаю. Дела себе не очень хорошо. Но поздравляю тебя. Ты честно выиграла. Спасибо. Стой. Я выйду, ты спокойно переоделся. Нет, я не хочу тебя тревожить. Я в туалете переоденусь. Сыночек. Купи овощи по дороге домой, ладно? Ладно, мама, еще что-нибудь нужно? Белый сур купи. Только не как в прошлый раз, ладно? Чтобы он был без соли. Я тебя очень прошу. Здоровья, ручка на твоем тетинзере. Пей на здоровье, бахар моя. Пей на здоровье. Бахар? Бахар там? Да. Пришел нас навестить, сыночек. В смысле навестить? Что надо там делать, мама? Сынок. Послушай, у меня много дел. Нужно положить трубку. Увидимся к вечеру, ладно? Давай, увидимся. Тебе платье, чтобы ты тут наслаждался, что ли? Семер приехал на автобусе, он грязный, его нужно помыть. Хорошо, я сделаю. И окна тоже помой. Хотя хорошо, сидишь здесь в последние деньки ведь, да? Ты к Усману Кузану Бахар отправил. Чего ты несешь? Слушай, хватит делать вид, что ты гордый, а? Делаешь вид, будто ты ничего не требуешь от Усмана Кузана. Но в то же время домой к ним отправляешь свою невестку. Слушай, умный, однако. Берат. Неиспытывай мое терпение, вон отсюда. Послушай, что я скажу. Ты тоже сходи домой. Чай попьешь. Да и мама твоя коробья, наверное, приготовила. Подонок, как человек со мной разговаривает. Так прекрасно же. Так и вы соединишься со старыми деньками, чего. Оставьте заказы и можете идти. Хорошо, спасибо. Брат, спасибо, что пришел. У меня внизу есть дела. Разберюсь и приду, ладно? Хорошо. Проверьте, что все было готово. Привет. А, добро пожаловать, мы как раз ждали вас. Здравствуйте, господин Джинейд. Нет, я Тунч. Вот господин Джинейд. Я Суат Караджа. Мы из канала Анка. Добро пожаловать. Здравствуйте. С вашего позвонения присмотрим место. Да, конечно. В нужном месте разместимся. Заставим вас немного подождать, но вы уж простите. Никаких проблем. Наслаждайтесь. Итак, автор нашего концепта еще не пришел. Господин Усман, он не здесь? К сожалению, не сможет. Буду я и наш дизайнер, госпожа Фериде. Ну ладно, проходите, коллеги. Занято. Занято. Смотри, здесь ему пять лет. Какой он миленький. Господа Зухре, ну, у него какое положение ставишь, сыночка? Покажи немножко фотографии молодости. Вот, посмотри, сможешь ли узнать его. А что, у него раньше были длинные волосы? Да. Кемаль был бунтарем. А чай чего ж скрывать? Он и сейчас бунтарь. Тоже мне бунтарь. Просто упрямый. Говори ему сколько хочешь, он все равно сделает по-своему. Госпожа Зухре. Мы невестке не покажем наш сюрприз. Заставили долго ждать, да? Что за сюрприз? Поднимемся наверх, и ты увидишь. Вот ваша комната. Как тебе? Скажешь, доченька, не надо стесняться. Это твой дом тоже. Твоя комната. Заходи. Понравилось? Не понравилось, что ли? Понравилось, но... А почему? После свадьбы будете жить здесь. Ну, то есть, мы так надеемся. Это же ваш дом тоже. Ну, а тебе уже придется убедить Кемаля. У нас в Италии были связи, но мы никогда не работали с крупными компаниями, там, это впервые у нас. Поэтому эта работа для нас очень важна. Сейчас мы хотим хорошо выполнить эту работу, чтобы рынок МИБа или Анкары вывезти в Европу. Хорошо, давайте поговорим о ваших наработках. Будет лучше, если вы будете говорить не со мной, а с человеком, который их придумал. Что случилось? Спереди еще не пришла. Да, еще не пришла. Давайте устроим большой прерыв. Хорошо? Госпожа Наргиз, скорее предложите господам чай. Однако, господин Джанет, времени у нас не так много, нам потом ехать на другую запись. Не волнуйтесь, не задержим вас. Тунч, ты видел Спереди? Брат, она скоро придет. Она в компании. Привет. Добро пожаловать, дорогая. Привет. Ты из компании? Ага. Слушай, когда ты выходила туда, перед ты была там? Нет, я никого не видела. Там только уборщица была и охранник. Пойду посмотрю. Не нужно. Позвоним охране, спросим. Что происходит, а? После того, как Кемаль выпустился и пришел сюда, мы поменяли всю мебель. Но если тебе не нравится новая мебель, ты можешь на свой вкус что-нибудь новое заказать. Кемаль. Бахар. Добро пожаловать, сынок. Что здесь происходит? Да нет, ничего. Отец эту комнату подготовил для нас. Вот и показывает. После свадьбы вы можете разместиться здесь. Слушай, папа. Кажется, я не могу тебе никак объяснить. Я не хочу от тебя ничего. Сынок. Мам, прошу. Папа. Я в этот дом не вернусь. Сколько раз нужно говорить тебе это? Я ничего от тебя не хочу. Так я это не для тебя сделал. Я для невестки сделал. Бахар тоже не хочет. Это решение, которое мы не сейчас приняли, а ранее. Мехмед Кемаль. Почему ты, сынок, так поступаешь? Мама. Пойдем, Бахар. Простите, пожалуйста. Возьми, дорогая. Спасибо, не хочу. Господин Джинейт. Нам нужно уходить. Мы опаздываем. Может, вы сообщите информацию о чертежах? Я понимаю. Но она ранее никогда не опаздывала. Если позвольте, я еще раз позвоню ей. Извини, дорогая. Там нет, что ли, никого? Черт подери, а. Да, боже мой. Никого нет тут. Да, мама. Разве сейчас время для этого, мама? Я же сказал, что я отправил. Как это? Ладно, ладно. Я сейчас с этим разберусь. Быть не может. Сумка-то в кабинете. Да, боже мой. Где Фериде? Ты тоже замешанная в этом, правильно, Илюль? Слушай, не глупи ты, а? Тогда что ты здесь делаешь? Пошла Джинейта увидеть. Да и это мой магазин. Когда захочу, тогда предаю. Я тебя буду спрашивать. Бесишь ты меня. Брат, она где? Подожди, брат. Я еще раз позвоню ей. Да, давай, давай. Хорошо, дорогая Зина. Нет. Нет, я поняла. Я поняла. Ладно. Я смогу постоять за себя. Алло, Тойгар. Как дела у тебя? Нет, я не в клубе. Я очень заболел, не могу встать с кровати, Тойгар. Вот что хотела сказать. Если у тебя нет дела сейчас... Ладно. Поняла. Нет. Мне нужно положить трубку. Но если я буду в клубе, сразу прибежишь, подонок. Ты... О There you are. Ты... 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 Алло, Берат У меня есть для тебя хорошие новости Какие же? А чего у тебя голос такой? Ты заболела? Да, Берат, тяжело заболела Заболела Ну а рядом есть, кто мне прийти? Ты серьезно? Ну, у тебя нет никаких дел? Ванда Слушай, нет дел? Да, конечно, я приду, ты жди Давай, удачи Папа же не собирался приходить? Теперь не сможем заткнуть Ладно, кузен, не волнуйся Что-нибудь придумаем Пойду займусь съемочной группой Хорошо Что, не пришла, что ли? Я же, он говорил Что с веревкой, которую она взяла, нельзя в колодец спускаться Видишь, ничего не может она И молоко неиспорченное Вот позор Пойдем со мной Здравствуйте Не будем вас заставлять ждать Госпожа Илюи Наш главный дизайнер Она тоже повлияла на работу Фериде Если у вас есть какие-то вопросы Вы можете спрашивать у нее Ладно, не имеет значения Прошу Слушайте, даже не знаю, как теперь это будет Я же даже готова не была Ребята Ладно, я тогда сниму это? Да Да, снимай Добро пожаловать Привет По пути опять видел хозяина дома Он, не посмотрев мне, в лицо прошел Он опять просил деньги? Опять что-то устроил тут? Нет Мы и так дали деньги Как же? А где нашли их? Госпожа Элдис Дала деньги Кадер для учебы Завтра я получу зарплату И ты деньги школьные заплатишь, Кадер Хорошо, но на этом ведь все не заканчивается У нас же счета еще есть Нужно их и оплатить Мы разберемся Разберемся Мама Я буду выходить и так опаздываю Ладно А я буду провожать тебя Возьми это Нам еще тарелку Алсу приносила Отнесешь ей Бахар То, что ты сегодня пошла в тот дом? Ну, отец позвал Я знаю Но сколько бы он ни настаивал Больше не ходи Ладно Кемаль Может быть мы еще раз подумаем о переезде, а? Я посчитал объединить традиционный стиль и стиль модерна в данных наработках Поэтому использовал общие цвета Причем тут это, она неправильно рассказывает Госпожа Илюль стала кандидатом наук в Америке Она профессионал своего дела Но откуда вы брали вдохновение? Вообще какая тема проекта? Ну, тема Тема, конечно, настоящая тема Тема у нас Любовь Боже мой, а? Да, да, именно так, как и сказал господин Джанейт Наша тема в проекте – это любовь Бери трубку, Фериде, бери Там нет никого, что ли? Помогите Кто-нибудь спасите Нет, нельзя Я отцу сказал свое последнее слово, Бахар Хорошо, но Мне не может поменяться Я понимаю твое намерение Ты это делаешь, чтобы нас помирить Но мы не можем согласиться оставаться в том доме Мы не согласимся Но твоя мама расстраивается Я знаю Я знаю Я знаю Но Отец хочет вмешиваться в наши жизни Это единственная его цель Пусть эта тема на этом закроется Пойду на работу А то я в терапиях вышел, ничего не сказав Увидимся 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 Там нет никого, что ли Помогите Помогите, пожалуйста Фериде Тунч Наконец-то Что ты здесь делаешь, а? Не знаю Я оказалась заперта здесь Наверняка это Илью сделала А сейчас она вместо тебя дает репортаж Да пускай делает, что хочет Нет, все не так просто Пойдем Давай Особенность средиземноморских стран Яркие цвета По поводу итальянцев и вкусов Я направила свою коллегу Фериде Я полностью руководила этим процессом Слава Всевышнему Где вы застряли-то? Господин Суат Господин Фериде Проект, который утвердили здесь Если хотите, можем продолжить с ней Давай, вставай, выпей суп Слушай, убирает Слушай, вместо того, чтобы шляться здесь Иди спокойно отдохни домой Слушай, брат, я уже тебе говорил И что дома ремонт Ты же это знаешь Не получится, как птица, выпить суп и все Давай, пей как человек Ну, и кушай хлеб Да Алло, Хандан Это я, Бахар С твоего позволения Я-то это поняла Ты лучше скажи мне, в чем проблема Я говорила с Усманом Кузаном Он позвал меня к себе домой Хочет, чтобы мы переехали к нему Ничего себе Ты посмотри на Усмана Кузана Ну, а ты что сказала? Кемаль-то знает? Кемаль Меня там увидел Он ничего не сказал, но Конечно, он не согласен Значит, он не согласен на переезд, так? Ну, ладно Мы тогда сделаем кое-что лучшее Мереса Мереса Ты же заперла Феррида, да? Ты мне, правда, уже надоел Но видишь, как справедливо все в итоге случается Она получает тот интерес, за который ты борешься Пусть тебе она забирает твое место Слушай, это всего лишь пена от мыла Дженетта мой Посмотри на них Посмотри, как смотрят друг на друга Накануне есть кое-что гораздо сильнее наших игр Это их любовь Силы твоей ненависти Недостаточно будет, чтобы их любовь уничтожить Поздравляю Выпьем за успех Феррида За Феррида Спасибо Как ты оказалась, заперта в туалете Еще и в такое время Если кто-то скажет, что это нас мы сделали, я же поверю Мы здесь? Да Мы празднуем успех Феррида Еще раз поздравляю, Феррида Да Ты, правда, была очень хороша Шампанское? Нет Мы выйдем на ужин Я готов, любимый Пойдем Хорошо Спокойной ночи То есть, Кемаль не получается убедить Я очень старалась Но это ничего не привело Не расстраивайся Догадывался, что все будет так Но Мы все надеемся в этом мире Конечно, человек хочет, чтобы его сын был рядом Мне жаль Не расстраивайся Я хорошо знаю прямо с моего сына Спокойной ночи Спокойной ночи Передай привет маме и сестре Раз уж Кемаль не хочет комнату Мы ему дадим кое-что гораздо большее На зло Кемаль Ты будешь пользоваться добротой Смана Козана Причем в полной мере И лицо у тебя не будет краснеть Будешь просесть столько, сколько сможешь Слушайте Я Вот подумала О чем ты подумал, скажи Может быть Вы можете нам купить дом, господин Осман Ну, то есть Кемаль не будет знать об этом Мы не скажем, что это вы купили Я придумаю что-нибудь Ну ладно, хорошо Но Честно говоря, ты меня удивила Я подумал, что от этого все будут счастливы Ну, раз уж ты попросил у меня дом Считай, все решено Меня, конечно, счастливит Если мой сын и ты будете жить в прекрасных условиях Но Кемаль об этом знать не будет Кемаль об этом Никогда не узнает Ну ладно Договорились Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому